В то время как развивающиеся страны страдают от недостатка пищи, в России другой дефицит. Несмотря на то, что это самая большая в мире страна, земли в ней катастрофически не хватает. Правда, не живым, а покойникам. Проблему эту, видимо, должны решить альтернативные способы сохранения умерших. В Воронеже в начале этого года на территории юго-западного кладбища открылся первый в регионе крематорий. Насколько он оказался полезен для города, расскажет наш корреспондент Галина Жукова. Крематорий в столице Черноземья открылся 13 января этого года. О необходимости его появления говорили давно. Из 10 городских кладбищ 9 полностью исчерпали ресурс. Хранить можно только на Березовском кладбище, но оно уже почти заполнено. Говорят, еще 2-3 года и его тоже закроют. Идут захоронения и выделяется определенное количество земли, гектар под кладбище. Это, получается, территория там скоро закончится. И о какой новый город выделить, это совершенно неизвестно нам. Это будет уже решать, это решается с помощью администрации, с помощью, должно быть, оно соответствует санпинам определенным. Это все не просто так, это решение нелегкое. А в данной ситуации, например, крематорий, это как один из выходов. Для большинства россиян предание тела усопшего земле традиционно. Православная традиция погребения связана с верой воскресения умершего после страшного суда в том же теле, что и было похоронено. Кремация таких шансов не оставляет. Сожжение мертвых православная церковь считает возвратом к язычеству, где считалось, что душа покойника, пройдя очищение огнем, возносилась в небо вместе с дымом. Такая практика до сих пор существует в некоторых странах, например, в Индии. В Юго-Восточной Азии, где исповедуется главным образом буддизм, почти повсеместно кремируют умерших людей. В мире более 14 тысяч крематориев. Лидером по кремации является Япония, где сжигают 98% усопших. В городе Миллионике существует очень много различных конфессий. Это как христианство, так и буддизм, в которых это вообще прописано, и они должны сжигать, и различные другие традиции. Плюс к этому у людей должен быть обязательно выбор, должны иметь выбор. Либо совершать традиционным способом гумацию, либо делать кремацию. Мода на кремацию в России появилась с приходом к власти большевиков. Первый крематорий возник в нашей стране в 1920 году, когда новая власть специальным указом принуждала сжигать тела почивших. Сегодня из-за нехватки земли вновь все чаще возникает вопрос об альтернативном варианте захоронения. По словам директора Воронежского похоронного бюро, дефицит территорий под кладбище – не единственный довод в пользу кремации. Когда происходит традиционно с пользом гумации, тело обязательно в морге вводят специальным лекарством. Называется оно формальдегид, а это на самом деле яд. И, соответственно, тело и земля уже отравлены. Другими словами, эту землю уже нельзя будет использовать. К тому же, это реально угроза для грунтовых вод. При этом площадь кладбищ постоянно растет. Наряду с традиционным захоронением в Воронеже количество кремаций в месяц варьируется от 20 до 35. Кто-то выбирает альтернативный способ по религиозным убеждениям, а кому-то важно более безопасное для экологии погребение. Есть и те, кто предпочитает создать семейное родовое захоронение. После кремации прах собирают вот в такую капсулу пластиковую. Сюда помещается где-то 2,7 килограмма. В эту капсулу помимо праха закладывается табличка с информацией об усовшем, фамилии, имя, отчество, годы жизни и информация по кремации, когда и где была проведена. Дальше эта капсула выдается родственникам и уже они решают, что с ней делать. Кремация – это один из способов погребения, когда сжигание тела происходит в специальном здании крематория в двухкамерной печи при температуре свыше 1000 градусов. Мы находимся в техническом блоке, где проходит непосредственно сама загрузка усопшего в кремационную печь. Вот непосредственно находится сама установка. Что она из себя представляет? Собственно говоря, вот здесь можно посмотреть, обратить внимание, полозья, на которые ставится гроб с телом усопшего. Эти полозья потом выдвигаются автоматически, полностью открывается в печь занавес и автоматически гроб туда уходит в последний путь. А между тем ритуальные услуги с каждым годом становятся только дороже. Этот бизнес поставлен на широкий поток. Как только человек умер, родственникам покойного тут же поступают звонки от частных компаний, где предлагается воспользоваться их услугами от бальзамирования до покупки гроба и заказа катафалка для доставки тела. Сейчас, чтобы достойно проводить человека в последний путь, близким приходится хорошенько раскошелиться. В среднем похороны обойдутся воронежцам в 35-40 тысяч. Кремация дешевле, но ненамного. На сегодня минимальный пакет имеет фиксированную стоимость – 32 400 рублей, которая включает в себя гроб, ритуальные принадлежности, транспортные услуги, покупку урны с прахом и непосредственно кремацию тела. Между тем, как похоронить своих близких, будь то предание тела земли или кремация, каждая семья решает на свое усмотрение. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал.